Бизнес-идея определенная, что можно производить. А скажи мне, американец, в чем сила? Берешь дружбу и работаешь. Обязан выйти с машины и кого-то выбросить с тачки. Повестка в суд и дальше уже штрафы разбирательства. То есть это класс Вегас, бэйли. Доброе утро! Сегодня Хондочка отправляется в свое первое путешествие. Мы едем на Биг Трис. Заваривайте чаечек, устраивайтесь поудобнее, доставайте горячие бутербродики из микроволновки и поехали! Недовольный Паша. Короче, едете все при бомбасе, я не знаю. Ух ты! А, ну что это за значение? Это же не те, которые за значение? PSI. Ну, понятия не меньше, что это такое. Понятно, что в атмосферах есть. У нас в атмосферах, а у них в PSI. Вот ее первый выезд на природу. Мы загрузили эту штуку, заедем, докупим льда. Мы начинаем нашу поездку из боснийского радио. Получается, вот этот парень, который продавал машину, он сам из Боснии, ну, и вот диски, и так и остался от него. Как вы там устроились? Ничего, нормально. Ну ладно, пора заканчивать. Я слушаю, у нас только одна бутылочка воды. Мы заехали на заправку взять льда. Марина, конечно, такую историю рассказывала. Если к тебе кто-то подходит и просит купить сигареты или купить алкоголь, нужно быть очень осторожным. В группе одна женщина рассказывала историю, когда к ней подошла девушка молодая, ну, на вид непонятно сколько лет, и попросила купить или сигареты, или алкоголь. Но эта девушка не очень хорошо говорила по-английски, поэтому они там что-то попереписывались, и в итоге она купила ей то, что та просила, и во время передачи к ней подошли копы, и все, ей повестка в суд, и дальше уже штрафы разбирательства. То есть это были подставные лица. Поэтому с этим нужно быть очень осторожным в штатах и смотреть, кому ты что покупаешь, а лучше вообще на такое не вестись. Мы сейчас ехали с хайвея и едем по какой-то сельской местности. Здесь огромное количество разных виноградников, различные деревья. Тут выращивают фермы, лошадки, коровки. Все такое. Типичная сельская Америка. Вон, у кого-то во дворе мандарины растут, да? Или что такое? Как? Кстати, я впервые вижу американский кактус. О, виноградники. Чего это такое? Да. Калифорния вообще популярна своими винами, да? Здесь выращивают огромное количество вин. Выращивают, делают вин. Очень много людей, которые вино делают. Слышишь, а помнишь, что вы рассказывали, ездили на какие-то виноградники, где можно было дегустировать, да? Ну, ты же там едешь, и там такая, такой подъемчик, типа, не очень резкая гора, там везде так вот в горку смотришь на них, там виноград, виноград, виноград растет, вот такими кустами. Прикольно. Везде классно. Подегустировать можно, если ты не за рулем. Ну, надо, если ехать туда, то брать палатку с собой и дегустировать нормально. Вот, хотите видеть редкость в Америке? Пальцвань. Очень мало немецких машин. Баскетбольное кольцо. У Майкла Джордана во дворе тоже такое было. Интересно, конечно, побывать в таких штатах, которые более, более типичные, американские. Тот же Канзас, да, там больше, наверное, таких вот таких мест, да? Ты уже неделю ездишь с камерой, в которой грязный, грязный экран или объектив, как это называется, и продолжаешь снимать классные видосы, классные моменты, но на грязную камеру, где ничем не видно. Я прогрессирую. Сегодня камера уже протерта. Вообще в Калифорнии самый дорогой бензин. Калифорния-то вообще самая дорогая. В Неваде дороже еще. Да? В Неваде около 5 баксов. Ого, а что там? Потому что Невада, потому что Лас-Вегас. Лас-Вегас, детка. Лас-Вегас, baby. Кстати, помните фильм «Убойные каникулы»? Вот мне немножко сейчас напоминает что-то такое. Там где тишина такая. Ребята приехали попутешествовать, а потом началась движуха. Это фильм, где чуваки с ногами бегали? Да, да. С бензопилой это, да? Да, там они сами себя убивали. Ну, там один из них был, психом. Мы едем, снимаем дом, едем отдыхать на красивую природу. Но я с собой на всякий случай взял бензопил. Боже, детина, коли ты уже наешься? 35,9 калонов. Ну, там у нас была еще четверть бака. И дос, я знаю, что такое четверть. Понял? Мы сейчас едем в городке под названием Сан Андреас. Если кто-то помнит эту игру, то напишите обязательно. Сейчас нужно где-то встать на светофоре и выбросить кого-то чувака из машины. Должен прочувствовать это не как в игре, просто как в жизни это происходит. Вот, поэтому пока ты находишься в Сан Андреас, ты просто обязан выйти из машины и кого-то выбросить с тачки. Помните, был такой сериал «Уокер, техайский рейнджер»? А вот мы сейчас увидим Уокера, калифорнийского рейнджера. Как все совпало удачно. Очередную газетку мне дали, могу почитать. Паха как раз спрашивает за то место, которое мы хотим посетить, то, которое мы нашли. Сейчас она нам объясняет. Спасибо. Удачи! 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 Тут вот, кстати, на въезде не так много парковочных мест, но, насколько я понял, это чисто перекантоваться, там сходить в туалет, что-то купить и... Получить информацию. Да, да. Сходить в туалет. Туалетов много здесь. Это самый первый такой перевалочный пункт, где... Огромный плюс туалетов много. Где можно тут узнать какую-то информацию, там, еще не знаю, что, записаться на какие-то. Здесь есть спуски на реке, на реке спуски есть. На Байдарке, да? Все не будет. Америка страна предпринимательства. И вот, например, если вам интересно, бизнес-идея определенная, что можно производить. Вот такая вот штука продается, но, по крайней мере, в Украине я такого не видел. Я не знаю, как в России и в других странах. В общем, смеки. По сути, с чего она состоит? Ничего сложного здесь нету. Это консервочка, с печенечком, с маленькой ложечкой. По сути, такой легенький перекусончик, очень удобно. Плюс это можно разнообразить, делать различные виды и также, например, делать различные размеры. Вот, это сейчас тунец с такой вот ложечкой и печеньки. На печеньки ты намазываешь и такой легкий перекусон. Не знаю, я уверен, это есть в каких-то странах, уже во многих странах по-любому, но в Украине я такого не встречал. Поэтому для тех, кто интересно заниматься производством, вот, пожалуйста, первая идея со штатов такая, которая вот просто сейчас родилась и все. На самом деле, на сегодняшний день очень многие говорят о том, что нужно идти в диджитал, потому что весь мир уже диджитализируется, то есть все онлайн-платформы и так далее. Но в чем плюс производства именно? Это в том, что как бы там ни было, когда ты вкладываешь свои первые деньги, если у тебя что-то пошло не так, то у тебя остается товар, который ты можешь позже продать. Поэтому, в принципе, производство очень крутая штука. Не нужно далеко идти. Ты, например, можешь зайти в любой магазин, скажем, магазин, как в Украине у нас есть эпицентры, которые производят там, по сути, все товары для дома и так далее. Ты подходишь, например, к коврики для машины, смотришь, где они делаются. Они делаются в Китае. Потом считаешь, минимальная зарплата в Китае, допустим, 600 долларов, плюс пошлины, плюс доставка. И все равно им выгодно перевозить эту продукцию в Украину, к примеру, и продавать ее в Украине. Так, вопрос, почему нельзя то же самое производить у нас или в России и так далее. Ребята говорят, что там медведь. Мы только что видели трех медвежат. И прикольно то, что здесь нет заборов, по сути, мы их можем догнать и побороться с ними, как Хабиб, например, или что-то такое. Из-за того, что медведь, видели все медведя, сейчас рейнджеры выгоняют людей с этой части. Чтобы все были в безопасности. Безопасность, прежде всего. Спасибо. Никого не съели. Кто-то, кто кормит здесь хорошо, но дураков много. Идиотов, которые завязывают погладить медведя. Или побороться с ними. Как вы думаете, сколько заняло времени спилить это дерево? Просто огромнейшее. Здесь уже и пилы не помогут. Берешь дружбу и работаешь. Сейчас немножко с той стороны обойду, покажу. Метров 7 в диаметре. Сейчас сказали всем оставаться на этой территории, никуда не идти, потому что вот эти медвежата, которых мы видели, там было, я неправильно сказал, там было не трое медвежат, а двое медвежат и мама медведь. И рейнджеры, в общем, оставили всех здесь. Находитесь здесь, никуда не идите, потому что опасно. Вот, смотрите, размеры, какой огромный. Крутяк. Оцените размеры ствола, дерево. Стояние в метрах, давай посчитаем примерно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Примерно восемь метров. Рейнджер потеряла этих медведей. Она сказала, мне нужно пойти узнать у других главных рейнджеров, можно ли вам дальше идти. Ну, в целом мы только сейчас потеряем время, поэтому мы пойдем обратно и будем двигаться в другую сторону. В общем, мы ходили только что к рейнджеру и узнавали по поводу дрона, можно ли летать. На самом деле он сам не знает, он пошел, спросил у других ребят, которые здесь работают. Они говорят, нельзя. Но вот мы смотрели по карте, то, что касается именно разрешений, когда у тебя есть лицензия, когда он зарегистрирован, то на этой местности летать можно. То есть, в принципе, они такого четкого ответа не дали, поэтому мы посмотрим, если где-то не будет такого огромного наплыва людей, где будет немножко так потише, то мы обязательно взлетим. В общем, как это все работает? Есть приложение, на котором ты можешь, если ты уже зарегистрировал дрон, то ты можешь на нем посмотреть местность. И там указано, в какой местности можно летать, в какой нельзя летать, в какой можно летать и на какой еще высоте. Там есть какие-то определенные ограничения. Это первый шаг. И второй шаг, ты делаешь запрос у, как это прямо называется, у Министерства авиации? У Министерства, это там, они дают разрешение на полет. Вот. Да, ты, получается, делаешь запрос, они тогда тебе выбивают там, то есть это все онлайн, очень быстро. Опять же, есть места, где нельзя летать, просто нельзя, потому что, ну, авиационная, то эта служба, она запрещает полет. Да. В некоторых местах, вот и аэропортов, национальных парках, много где. Но есть места, просто нужно, просто нужно сделать запрос, сказать, что ты будешь летать. Да, и они тогда тебе уже в автомате, то есть режим, в онлайн-режиме очень быстро тебе отвечают, как бы, ну, там оно просто автоматически работает. То есть, можешь ты летать или не можешь, ты делаешь запрос, и все, в принципе, они тебе дают разрешение, какие-то определенные там дают, как бы, правила, которым нужно следовать именно в этой местности. Ну, в целом, все очень просто и быстро, то есть, как бы, ограничения есть, но, опять же, если следовать правилам, то вполне нормально можно летать и все такое. Неудачное начало. Что-то не пошло. Я на ранчо, в паноранчо, Лена, где моя пончо? Что я только что сказал? Это прямой репортаж из крыши автомобиля. Мы приехали на местечко, на Эрию, где можно спуститься будет к речке. Если затихнуть на секундочку, можно услышать, как она шумит. Я надеюсь, мы сейчас найдем этот спуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова